Остаться в живых участникам экстремального реалити-шоу сегодня можно почувствовать себя в Сургуте в ожидании общественного транспорта. Городские форумы пестрят жалобами на работу маршруток и автобусов. 40-градусные морозы, даже привычные интервалы в движении окажутся вечностью, а если приходится стоять на остановке дольше запланированного. Сейчас в городе введен режим повышенной готовности, особые требования по обеспечению безопасности пассажиров предъявляются к перевозчикам. Насколько готовы они оказались к вызовам югорской зимы? Светлана Славкина. У вас какие интервалы движения? 6 или 7 минут? Да, вот так. Слушайте, а я что-то на строителе вас вчера ждала минут 20. А то сломался. Сломался? Да. Это из-за морозов сломались? Да. Утвержденный интервал 7 минут, но ощущается, как все 20. График движения общественного транспорта в Сургуте стал непредсказуем, как прогноз погоды. Неожиданно для пассажиров даже маршрутки стали ходить заметно реже. Похолодание только усугубляет ситуацию. Транспорт ломается прямо во время рейса. Сходят с линии как небольшие, так и крупногабаритные автобусы. На остановке сколько стоите? Даже могу сказать минут 40 точно. По-разному. Ну от до. Бывает и полчаса ждем. Только ждем ехать-то надо. Полностью исключить поломки в такие морозы нельзя. Но на них можно оперативно реагировать, говорят в самом крупном пассажирском предприятии Сургута. Здесь обслуживают 15 городских маршрутов. При 40 градусах было зафиксировано 6 сходов в день по техническим причинам. При этом не было ни одного случая, когда автобус не смогли бы заменить. Специально для таких ситуаций в автопарке предусмотрен запасной транспорт. На морозе техника дубеет. Поэтому все эти узлы-агрегаты, которые должны обладать эластичностью, они становятся более жесткими. Возникает вероятность порыва, облома этих агрегатов, что, собственно, и случается в такие аномальные морозы. Но для этого у нас есть резервные борты. И когда происходит сход, мы стараемся в кратчайшие сроки произвести его замену. В режиме повышенной готовности сейчас работает ремонтный цех. Поломки стараются оперативно устранять, чтобы автобусы вновь вернулись в строй. Усилен контроль за техсостоянием транспорта. Проводится аналитика, все остальное, чтобы опытные водители работали на транспорте, на том, который они знают, умеют и используют его для того, чтобы минимизировать поломки на линии, для того, чтобы транспорт работал бесперебойно. По прогнозам, морозы под 40 еще продержатся в Сургуте в течение этой недели. А значит, форс-мажорные обстоятельства еще не раз могут скорректировать расписание общественного транспорта. Чтобы не замерзать на остановках, горожанам советуют пользоваться сервисом «Единый транспортный портал» на сайте администрации или мобильным приложением «Умный транспорт». Там можно отследить движение автобусов и сократить мучительное ожидание на холоде. Светлана Славкина, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.